Когда страна переживала страшные годы Отечественной войны, нашего города еще не было на карте. Но в Волгодонске живут ветераны, фронтовики и дети тех, кто сражался против фашизма. Живут в нашем городе и те, кому довелось участвовать в современных войнах. О памятниках тем, кто не забыт, смотрите в традиционной рубрике «Волгодонск по буквам». Мужественный воин и порядочный человек. Так о Михаиле Владимировиче Ревенко говорили сослуживцы. Таким он оставался и в своем последнем бою на окраине села Комсомольское Чеченской Республики. Сопроявленное мужество и героизм награжден золотой звездой Героя России. Посмертно. Памятник полковнику установлен в 2008 году перед седьмой школой не случайно. Здесь Михаил Ревенко учился, взрослел, отсюда ушел в большую жизнь, выбрав нелегкую и опасную профессию – защищать мир, порядок и жизнь. Школа с 2001 года также носит имя Михаила Ревенко. Память о своем выпускнике увековеченная в 24-м лицее, на территории которого в конце мая 2009 года в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Игорю Дудке, погибшему при проведении спецоперации в Чечне. Игорь был первым из волгоданских ребят, награжденных Орденом Мужества Посмертно. Есть в нашем городе и памятник воинам-интернационалистам, день памяти которых отмечается 15 февраля. Именно в этот день, 1989 года, последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. Солдат в Тельняшке с автоматом прописан по адресу. Улица Карла Маркса, дом 2. Самая известная городская площадь – Площадь Победы. Несколько сот квадратных метров зрительно делит пополам Стелла Победы. Тот образ, в котором мы привыкли видеть Стеллу, она приняла в 1985 году. А появился обелиск 9 мая 70-го года, к 25-летию Победы над фашистской Германией. Выполнен он был из серого гранита. Авторы комплекса соединили в одну композицию – трибуну и Стеллу. После реконструкции памятник стал представлять собой устремленную весть Стеллу с брельефом. Слава героям фронта и тыла. Автором обновленного памятника стал Владимир Петрович Поляков. Впоследствии поверхность Стеллы покрыли металлическими листами. А в 2010 году во время реконструкции площади мемориальный комплекс лишили трибуны. Сияя рубиновыми огнями, возвышается над площадью Орден Победы. Арка появилась в Волгодонске в год 40-летия Победы над фашизмом. Спроектирована она была бывшим в то время главным архитектором города Тарасом Григорьевичем Батиновским. Стоит сказать, что арка Орден Победы была изготовлена на общественных началах коллективами Атамаша, химического завода и лесокомбината.